Самый центр города Ленинский проспект. Автомобили лавируют, только чаще это не смена полос в целях обгона, а попытка увернуться от ям. Ленинский проспект не самое проблемное место в городе, но движение здесь плотное, тем более он центральный. Мы решили спросить у водителей, устраивает ли их состояние дорожного покрытия. Два участка дороги, вот именно возле Меда почему-то, и получается от площади Октября едешь до моста, там вообще не очень. Как-то так. А проблем у вас с машиной никогда не было именно из-за этих мест? Потому что движение вроде очень активное, там может аварии какие-то. Стойки убитые, понятное дело. Благодаря нашим дорогам скоро менять будем. Я считаю, что если это Ленинский проспект, центральный проспект города, он весь должен быть идеальным в принципе. Сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур, но тем не менее. Ездят по нему очень многие люди и чиновники, и все-все-все, и думаю, не очень приятно ездить по ямам, и выбоинам, и люкам, в частности, которые, бывает, торчат. А Ленинский, я не знаю, почему до такой степени довели, даже без понятия. А у вас с машиной никаких проблем именно из-за Ленинского проспекта не возникало? Ну, я стараюсь по нему не ездить вообще-то. А, то есть даже так? Да, чисто вот по... Ну, невозможно ехать лучше. Пожалуй, действительно, сейчас единственный способ решить проблему – просто объехать проспект стороной. Но вот сейчас сухо, и любая кочка практически как на ладони. А в дождь лицо города особенно любит обмануть водителей, потому что любая лужа скрывает яму. Лужи – беда не только для разбитых дорог, но и для нового асфальта. Помимо гарантийных обязательств, которые несет подрядчик по ремонту дорог, необходимо, чтобы было еще додолженное количество ливневых канализаций. Если таковое количество будет, то тогда вода не будет скапливаться на асфальте, и она не будет разрушать асфальт в более ускоренном порядке. На городском портале в списке дорог, подлежащих ремонту в 2019 году, стоит и Ленинский проспект. По плану работы будут вести от северо-западной до речного вокзала. Торги, на которых выберут подрядчика, пройдут 13 мая. Начальная сумма – 190 миллионов рублей. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.